Это блюдо называется баранья лопатка в пиве. Это будет очень долго, но будет очень вкусно. Друзья, я хочу с вами поделиться этой баранью лопаткой. Я ляпнул маслом что? Это вообще-то выходная футболка. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я готовлю баранью лопатку. Баранья лопатка в пиве. Обалденнейший рецепт. Он очень классный, но я его еще улучшил, даже усовершенствовал. Эта лопатка весит 3 килограмма 100 грамм. Посмотрите, вот так выглядит лопатка от хорошего барашка. Но мне попался очень старый баран, и это очень жесткое мясо. Поэтому сейчас я положу лопатку в маринад. Эта лопатка уже мариновалась в самом лучшем маринаде для жесткого мяса. Этот маринад сделает самое жесткое и твердое мясо вкусным, мягким и нежным. Именно в таком маринаде лопатка пролежала 2 дня, то есть 2 суток. Как сделать такой замечательный маринад, ссылочка вот здесь вверху. Теперь я возьму и эту лопатку, нашпигую чесночком и салом. Чеснок, сало и гарночарка горилки. Вот это настоящая мечта любого мужика. Беру нож для шпигования и шпигую баранью лопатку салом и чесноком. Делаю вот такие прорези и вставляю сюда кусок сала и дольку чеснока. Я нашпиговал баранью лопатку и салом и чесноком везде. В каждый кусочек мяса я воткнул и чесночок и сальцо. Теперь я слегка смажу всю лопатку обычным растительным маслом. Формирую из куска мяса красивую баранью лопатку и обматываю кулинарным шпагатом. Это блюдо называется баранья лопатка в пиве. А где же пиво? Друзья, я уже говорил, что эта лопатка из очень старого барашка. Она очень-очень жесткая. Поэтому я ее мариновал, а теперь я ее поставлю на свой любимый режим для самых жестких кусков мяса. Это температура 100 градусов, медленное, длительное приготовление. Сейчас лопатка будет прогреваться в духовке, которая разогрелась до 100 градусов, не меньше двух часов, чтобы она только стала тепленькая. И после этого я начну вести отсчет времени приготовления. Но, когда лопатка будет прогреваться, с нее будет слегка вытапливаться жирок. Бараний жир и тот жир с сала свиного, которым я ее нашпиговал. Поэтому, когда уже жирка будет достаточно, я его соберу, а уже потом будем заливать лопатку пивом. Чтобы лопатка не сохла, я накрываю ее сверху фольгой и ставим в духовку. Это будет очень долго, но будет очень вкусно. Барания лопатка стоит в духовке уже 4 часа при температуре 100 градусов, может быть 105. Это обычная механическая духовка, поэтому я проверяю температуру пирометром. Я налью сюда немного пивка. Прямо в эту подливку, какая образовалась, пиво будет потихонечку испаряться и давать именно ту необходимую влагу, какая поможет мяску стать мягче. Вот так просто прикрываю фольгой и еще убираю в духовочку. Уже через каждые полчасика можно будет мяско переворачивать на другую сторону. У меня вот такая хорошенькая баранья лопатка, она весит 3 килограмма 100 грамм. Я ее уже приготовил. Сейчас я расскажу, как это было. Баранья лопатка у меня попалась из барашка, который был очень старый и очень жесткий. Поэтому я нашел сам и опробовал рецепт маринада для самого жесткого мяса. Я его сделал. Как этот маринад делается, ссылочка вот здесь вверху. Это мяско мариновалось в маринаде двое суток. После этого я его запекал при низкой температуре. Температура была 100 градусов плюс минус 5 градусов. Два часика мяско грелось в духовочке, пока оно потихонечку начало набирать температурку. И еще в 5 часов оно медленно-медленно там отдыхало. Я не знаю, насколько оно мягкое, но это самая лучшая температура для самых жестких кусков мяса. Пахнет великолепно. А здесь мой пшеничный самогон. Ммм, под мяско. Ммм, оливки, огурчики. А вот здесь еще и каперсы. И баранья лопатка. Хрустящий огурчик. Ну-ка попробуем, как эта лопатка приготовилась. Там косточка, а здесь мяско. Так. Ммм. Опа. Хорошо. Хорошо. Пахнет классно, именно пахнет баранинкой, очень-очень утонченный, элегантный аромат маринада, в котором баранинка отдыхала. Но самое интересное, какая она на вкус. Я верил, я знал, что вот такое будет мягкое. Ммм, 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 ммм. Друзья, я хочу вам рассказать, какой это был жесткий баран. Седло из барашка было настолько жесткое, что его невозможно было кушать. И вот я нашел способ, как с моим маринадом сделать самое жесткое мясо вот таким мягким. Лопатка сама по себе очень жесткая. Но то, что сейчас я кушаю, у меня просто мурашки по телу, настолько оно все классно. Покажи мурашки. Видите? Правда. Пшеничный самогон, зима, мороз, мясо, огурчики, оливки. Баранчик. Вообще, праздник удался. Я так долго ждал, пока приготовится баранинка. Я ничего не кушал, поэтому сейчас такое приятное тепло разливается во всем теле. Хочу откуда-нибудь еще отрезать кусочек. Как же оно там? Вот с этой стороны. Вот это сверху, это была сарачина, я ее не срезал. Вот. А потом уже пошла мякоть с лопатки. Кстати, пока вы еще не знаете, эта баранья лопатка готовилась в пиве. Там было немного хорошего светлого пива. Посмотрите. Вот это все должно быть самое жесткое. Какое же оно будет на вкус. Как я хочу поделиться с вами не только радостью от того, что хорошо получилось, а именно мясом. Друзья, я хочу с вами поделиться этой бараней лопаткой. А теперь каперсы. Каперсы класс. Друзья, я желаю вам мира, благополучия, любви, достатка, хороших, вкусных, вот таких блюд, обалденных шедевров. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете о способе приготовления бараньей лопатки. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место. С новогодними праздниками! А теперь оливочка. А теперь оливочка. 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 Оливочка.